доброго ранку всем ребятки стёпа так красиво сидит думаю пускай он с вами с утра поздоровается у нас сегодня суббота отключен свет уже 20 минут как отключен но мы успели попить кофейку позавтракать степанка тоже поел и пошел смотреть телевизор я окошко для него называю телевизором потому что он часто следит за воронами за машинами люди идут какая-то собачка выгуливается короче он сидит смотрит до стёпочка стёп стёп томная такое у него личико мордашечка конечно мордашечка но он у меня личико потому что хороший себе хлопчик котики мы не представляем жизни без вот этого череда стёпочка доброго ранку си релаксируемся со стёпкой зарядку поделал свите а мяукает уже так настырно так уже прямо в воду да да мяукает стёпа пошло то по именно песня пришло ну такая песня воно знаете захотелось бы скорейшую перемоги с друзями собраться возле костра и много друзей уже не мая з нами мация пісня как раз выражает это я сейчас для вас заспеваю изгиб тары чёрной я обнимаю нежно струна по сколкам эхо раздорово что всеми здесь сегодня собрались коснется купол небо большой и звездно снежный как здорово что всеми здесь сегодня собрались Собрались, как отпуск от заката, Костер без осен блещет. Ну что грустишь, бродяга? А ну-ка улыбнись, и кто-то очень близкий Тебе тихонько скажет. Как здорово, что все мы здесь Сегодня собрались. И кто-то очень близкий Тебе тихонько скажет. Так здорово, что все мы здесь Сегодня собрались. И все же с болью в горле Мы тех сегодня вспомним. Чьи имена, как раны, На сердце запеклись. Мечтами и песнями Мы каждый вздох наполним. Как здорово, что все мы здесь Сегодня собрались. И сгиб гитары черной И обнимают нежно. Коснется купол неба Большой и звездно-снежный. Как здорово, что все мы здесь Сегодня собрались. Коснется купол неба Большой и звездно-снежный. Как здорово, что все мы здесь Сегодня собрались. Доброе утро всем, ребятки. У нас уже сегодня даже в квартире холодно. На улице всего лишь у нас минус два. Но ветер, очень сильный ветер. Такие порывы у нас даже... Мы, получается, живем на 13-м. Над нами никого нет. Но дом 14-этажный. Он у нас такой интересной постройки. Интересная, знаете, короче, какая-то шахматка. Я даже не понимаю. Но над нами никого нет. А на крыше, видимо, что-то такое. То ли металлический лист. То ли какая-то дверь, не знаю. Ну, в общем, оно поскрипывает, гудит. И вентиляция гудит. Ветер, видимо, в нашу сторону так задувает. А тут же, получается, угол дома. И у нас на балконе прям так свежо. Невзирая на то, что в квартире тепло. Температура нормальная. Ну, а в доме вот так, не знаю. Сейчас пойду выйду на улицу. Буду теплее, наверное, одеваться. Ну, и пришло время показать все-таки наш декабристик. Но он еще не весь расцвел. Хотелось бы, конечно, чтобы он уже выкинул больше цветов. В смысле, они уже есть, но еще не все открыты. Вот один открытый полностью. Ну, и вот этот открытый полностью. А там их еще тьма-тьмущая. И хочется, чтобы он уже весь был такой алый, красивый. Ну, в общем, я дождалась-то. В конце-то концов. Я его и кормила, и поила, и говорила, и ругала. Даже трошечки матючок был. Кажу, выкину, давай цвети. Но он расцвел. Услышал, услышал он меня. Дом с цветами. Здесь, получается, два цветочка есть. А вот еще одна... Как же ее назвать? Получается, вот он, цветоносик. Вот он. Он еще будет выкидывать цветы. Здесь, как было, так и есть. Три. Этот замер. Видимо, он хворает, болеет. Но серенок у него мало поднять. Цветок этот открыть. Вот. Ну, а тут еще один цветок. Все как всегда. Цветочек дополняет. Кс-кс. Степ. Дополняет он собою. Кавачик. Да. Цветочек-кавачик домашний. А там, получается, это... Я даже путаю. Это же, по-моему, денежная или долларовая. Денежная, наверное. Выкинула он новый лист. Все тоже открывается. Открывается. Такой он прям зеленый красивый цвет. Вот. Ну, а я собираюсь на улицу. Выйду сейчас. Витя, наверное, будет дома, я так думаю. Потому что дома надо кое-какие дела поделать. Тем более, лифт не работает. Я туда и сюда. Обратно пешком прибегу быстренько. Вот. И как раз к этому времени, может быть, включат и свет. Ребята, мы с Витей... Значит, цветок у нас в кухне настолько хорошо разросся. Но он был, вот этот цветок, на одной нити. Цвета нету, я извиняюсь. Тут темновато, наверное. О, вот так будет лучше. Вот этот цветок был на одной нити. То есть сюда он к люстре шел. А я увидела, что прямо этой ниточке тяжело. Аж люстра была потянута. Я говорю, Витя, давай что-то будем делать. И он, значит, натянул лесочку. Ее не видно. А по этой леске будет плестись вот этот вот цветок роскошный. И с собой будет украшать... Или птица кремя. Да. Два крыла. И будет с собой украшать наш потолочек. Вот так. И он тянется сюда уже к окну. Вот здесь начинается окошечко. И понятно, они тянутся к свету. К солнечным лучам. Лианка тоже идет, 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 ползет, ползет. В школе учился вся то... Леся Украинка. Это же написала. Лесова песня. Вроде воня есть. Я не ошибаюсь. Если что, исправите меня. Лесова песня. И там Лукаш и Мавка. И говорят, мы тут лес будем, или на меня заросемь будем тут ходить с тобой, как Лукаш и Мавка. Лена, кто же ее так назвал? Да, да. Ну, такое имя очень редкое. Так. А вот этот, он называется и Барвинок, и Плющ, как хочешь. Вот так он у меня тоже красиво-красиво пополз по окошку. Я его закрепляю иголочкой. Здесь получается вагонка. Она легко иголочкой протыкается. И, то есть, вот так вот креплю на такие иголочки, булавочки. И оно себе держится хорошо. И вьюнок. Ему надо виться. А если не сделаешь ему вот такую прищепочку, куда ему кидать свой усик, он присыхает. Да, поэтому им нужно давать обязательно основу, чтобы он тянулся. Ну, типа как по заборчику. Так и у нас. Квартира-забор для цветов. Вот так вот.